Я в рот раз всех ебал, блянь! Бля, короче, я скажу, какую хуйню, чисто, вы знаешь, не опираясь на какие-либо движухи в плане, там, квейка и прочего. Мне кажется, парень далеко пойдет. В плане чисто, как бы, устройство своей жизни, устройство, как бы... Своего китайца. Во-первых, у него двух не китайцев, а казах. Это раз. Во-вторых, я говорю о том, что, ну, он, мне кажется, нормально свою жизнь устроит. Я вот почему-то так считаю. Потому что, несмотря на то, что он сейчас студент, он учится, он там подрабатывает, там, чуть ли не... Как он его там писал, в двух-трех подработках, там, активная деятельность, там, эмористическая, какая-то там, полу-театральная. Ну, блин, успехов ему в этом, о чем могу сказать. А по поводу квейка, ну, из молодых игроков, которых я видел на своей памяти, если мы сейчас не будем говорить о классе самой собой, то, наверное, вот Игрис – это тот человек, который проявил такой, знаешь, самый активный рост и динамику. Ну, CTF, да? И у меня даже на стримах, где-то на ютубе, там, очень-очень, там, давным-давно лежит запись вот того матча, когда Игрис состоялся один в три, у него, там, хп, там, чуть ли там, не сорок на ноль, там, броней, там, ну, грубо говоря. И он разъебывает в ладроме, там, разъебывает, просто всех, короче, и тащит раунд. И причем это было так красиво, что, ну, пиздец. То есть, ну, парень, реально мы туда нахуели, короче. Там вот это, помнишь, где, если, грубо говоря, с шафта подниматься на лесенку? Где еще спал не есть, когда смеги можешь это, плазмой нахуе так, бррррр, блядь, это, ну, ты понял, спамить. Вот, он поднимается на эту лесенку, там сидит такой, блядь, думаю, что ему сделать, туда залетает ладром чутки не фуловый, и он роканджампами как-то там прыгает-прыгает, при этом, как-то попадает на докторочку. Ну, куб 합 לך подпрыгивает, и роканджампами на вид. Ну, как бы, там летает роканджампами от стенок, там, от пола, от потолка, от стен, блядь, и просто ладром убивает, а потом уже остальных её накидывает. Это был, по-моему, 2013 год. Что-то такое. Так что, если брать молодняк, который динамически, как бы, очень нарастил скилл, не считая, главное, вот это Игрис. Ну, все. Мне кажется, надо Комяку задать вопрос. А Игриса почему? А я что? А я что? По-моему, он его, как бы, в сборную не хотел брать. Мне кажется, это было частью троллика, потому что даже он меня протроллил тем, что он мне заявку сборной вписал. Ну, схватись, он заслуживает, как бы, ничего, нет? Заслуживал на тот момент. Заслуживал, да. С учетом того, что в данный момент Игрис он активен, как бы, довольно... Даже сейчас, несмотря на его активность, нет? Нет. Сейчас сборную Игриса... Ну, там, понимаешь, там мест, там мест, не схватит, понимаешь? Вот посмотри сам, да? Грубо говоря. Давайте так. Нет, посмотришь, сборная... Сборная посетила, да? Давай-давай. Вот на данный момент. Да, давай, погнали. По-любому в этом списке будет... ФОПа. Хейтми будет, по-любому, мульт, будет... Вот, видишь, как мы с тобой, да? В основном угнали? Будет, по-любому... Я бы сейчас назвал, наверное, либо Вити, либо Касса... Дождите. За старые заслуги, но они сейчас, как бы, не очень часто играют. Дождите, но Вити, как бы, точно... Ну, не знаю, я до сих пор считаю, что Вити автоматически туда проходит. В любом случае, да, в любом случае, как бы, здесь, ну, ингриз, ну, просто не пролезет, как бы. Не пролезет все. Потому что, да, вот, уже вышепречисленные игроки, это уже пиздец. Ну, это три. А, кто еще кто-то? Четверо мы назвали. Даже не назвали Хомяк, не назвали Фок, не назвали Бульт, и назвали Витя. Я сказал Хейтми. Я сказал Хейтми. Он сказал Хейтми, они какой-нибудь там... Я сказал, что-то Хейтми. Кстати говоря, вот это вот, он сейчас сказал очень правильно, потому что ДИС, ДИС может, ДИС может, ДИС очень может.